Наша единственная задача – сознательно открыться силе, сохраняя бдительность ума, не мешать её работе. Всё! Всё остальное она делает без нашего участия, без наших подсказок, без нашей оценки. Открыться её относительно просто, а вот не мешать работать гораздо сложнее. Тут ум включается и начинает пугать вас, или начинает вам предлагать какие-то методы ускоренного, ускоренная трансформация чего-то, или как вот лучше видоизменить работу, не надо его слушать, молчать и всё. Вы понимаете? Вот это очень сложно. Открыться просто, а вот не мешать работать, у вас как-то плохо это получается. Ну, поскольку вы ум, вы же ум, да? Или нет? Теоретически знаете, что вы не ум, но практически-то он во всё вмешивается, во все щели выползает. Потому вы топчетесь на месте месяцами, годами. Вот почему. Помешать работе может только наш ум, который торопит событие, который сомневается в результатах, постоянно что-то анализирует, что-то стремится добавить к тому, что вы имеете. Понятно? Если эволюционная энергия в ходе стадной эволюции сумела вытащить человека без его сознательного участия из животного мира и поднять его на ментальную высоту, то при нашем сознательном участии в эволюционном процессе они поднимут нас и на новую ступень эволюции, на супраментальную ступень. В этом можно не сомневаться, надо только ей сознательно открыться и не мешать работать. Всё. Она без нашего участия наш подняла на ментальную ступень. Мы же какое-то участие принимали хоть, да никакого. У вас просто подняли на этот уровень. А теперь вы сознательно открывшись от энергии, но сейчас уже бессознательно нельзя сейчас в стадии уже не эволюционирует. Дать ей возможность ваять вас в угодном Господу направлении. Вот что нужно сегодня. Достаточно простая задача. Разве может теперешний человек, карлик, мнящийся великаном, жалкими оккультными способностями или тщетными научными усилиями решить проблему жизни вечной? Некоторые самоверенные личности, скромно объявив себя спасителем человечества, наивно полагают, что это им по силам. Они предлагают использовать какие-то цифровые коды, матрицы, магические заклинания. Они уверены, что являются проводниками воли Твотца. Твотца хаоса, да, но никак не Всевышнего Господа. К сожалению, находятся легковидные люди, которые соблазняются этими посулами. Ну, жалко малых сих, но... Сотпечать всё равно вам перед Богом, тем, кто вас соблазнил, и те, которые соблазнились. Понятно, наверное? Третий момент эволюционной трансформации – это пробуждение энергии кундалини в нижнем энергетическом центре. Со временем рабочий контакт с нисходящей эволюционной энергией приобретает относительно стойкий характер. Главное энергетическое русло проторено, раскрыты основные энергетические центры в нисходящем порядке, работают гармонизированы, между ними есть связь. И теперь начинается активная работа нисходящего потока в энергетическом центре у основания позвоночного столба, то есть там, где свёрнута змеёю энергия кундалини, спящая энергия кундалини. Ну, надо сказать, что в древнейшие доисторические времена, на нисходящей дуге эволюции, когда человечество погружалось в материальность. Восходящая энергия кундалини выполняла важнейшую созидательную работу. Она участвовала в построении тонкого и физического тела человека и, соответственно, связывала его с различными планами сознания. То есть на нисходящей дуге эволюции активная работа восходящей энергии строила нас современных. Ясно? Это была строительная энергия на нисходящую дуге эволюции. Мы не сходили в материальность, а устроила нас восходящая энергия. Понятно? Сегодня мы поднимаемся в восходящую дуге эволюции, а нисходящая энергия нас просветляет и поднимает на следующую ступень эволюции в новом качестве. Вот такие энергетические процессы в древности были. И вот то, что сегодня мы имеем. Вы поняли, да? То есть большая разница. Другие условия энергетические были. Вот практикование восходящей медитации, вслед тому, что уже прошло и уже это не нужно, это как раз вот то возврат к древнему, которое было хорошо в те времена. А сегодня это пагубно. Вы поняли, о чём речь? Я просто говорю, да? Понятно, наверное? Так что в древнейшие времена на нисходящую дуге эволюции восходящая энергия кундалини выполняла важнейшую созидательную роль. Участвовала в построении тонкого и физического тела человека. А с наступлением на Земле энергетического штиля, то есть энергетики восходящая перестала активно работать, нисходящую ещё не было, это четвёртый раз. Раз атлантов, ну, слышали, да, такой расе? Пусть будет раз атлантов. Четвёртая человеческая раса – это полный энергетический штиль на планете. То есть люди предоставлены самим себе. То есть эволюционный процесс как бы приостановился. Пауза. Восходящий поток окончательной иссякой энергии кундалини свернулась в клубочек в энергетическом центре у основания позвоночного столба, но свернулась до времени. Теперь же на восходящей дуге эволюции ей вновь надлежит себя проявить. Энергии кундалини свернутой. В секретном вот нижнем центре. Начало работы нисходящей эволюционной энергии в нижнем энергетическом центре часто сопровождается пульсирующими болевыми ощущениями в области копчика или у основания позвоночного столба. Пульсирует там что-то, как какой-то нарыв. Это энергетическая пульсация. Это идёт процесс пробуравливания самой материальной чакры нашего организма. Чакра, в которой свернута энергия кундалини. Собственно, пробуждение энергии кундалини характеризуется периодическими вибрационными закипаниями в основании позвоночного столба. Там что-то закипает, какие-то вроде пузырьки булькают, но в ощущениях. И она немножко как бы из нижнего центра чуть повыше вот как-то поднимается. Но вибрируя, поднимается. У меня такое было ощущение, что вот как вот вода закипает, вот немножко закипела, а потом опять перестаёт кипеть. Достигнув, да, она может подниматься и поднимается время от времени вверх вдоль позвоночника, достигая то уровня пупка, то солнечного сплетения, то сердца. И достигнув определённого уровня подъёма, вибрационная активность на время затухает. Этот процесс может длиться месяцами, а может в два дня, как у меня было. У меня экстремально, пару дней. Так что на меня не обращайте внимания, только слушайте, что я говорю, слушайте то, что я говорю, на что не надо обращать внимание. Понятно? Таким образом, идёт подготовка к финальному подъёму энергии кундалини для окончательной ликвидации энергетической пробки в макушечной чакре и выхода индивидуального сознания вашего за пределы физического тела в пространство над головой вовсе общее сознание. Но это пространство Будда назвал нирваническим простав, выходом в нирвану. Вот смотрите, как всё целесообразно устроено. идёт естественный процесс эволюционных преобразований, нормальный, мягкий процесс, без каких-либо физических и психических потрясений. Есть физические ощущения, но потрясений никаких нет, ни физических, ни психических. А ощущения, безусловно, есть, физические ощущения. Нисходящая энергия поступает в наше тело в той дозе, в таком количестве и в такой напряжённости, которая необходима для нормальной созидательной работы в каждый текущий момент времени. Не наше дело что-то диктовать этой силе. Не наше дело форсировать эволюционные процессы с нетерпением ждать результатов. Наша задача доверительно открыться нисходящему потоку и не мешать ему работать. Насколько человек открыт, насколько он готов, насколько он способен усвоить нисходящую энергию, настолько она, эта творческая сила, будет выполнять свою трансформирующую работу. Наша роль быть исключительно сотворцами, то есть не вмешиваться в её работу. В этом наше сотворчество заключается. Любое вмешательство в естественные процессы извне по вашей инициативе с желанием что-то улучшить или форсировать может привести к стойким и порой необратимым энергетическим деформациям. Не вмешиваться в этот процесс категорически. Энергосистема человек очень чувствительна и очень легко разбалансировать путём любого вмешательства извне. В своей практике я наблюдал подобные деформации уже психоэнергетических тренингов. В результате этих людей, даже если они в дальнейшем начинали активную работу по реализации пути сознательной духовной революции, либо не было никакого продвижения, либо эволюционный процесс протекал очень медленно и крайне болезненно. Так что, прежде чем отдаться в руки психоэнергодельцов, подумайте о возможных губительных последствиях. Четвёртый момент. Поднятие энергии кундалини, выход индивидуального сознания во всеобщее. В конце концов, периодические закипания энергии кундалини и поднятие её выше и выше вдоль позвоночного столба приводят к финальному акту окончательной ликвидации энергетической пробки в районе макушки головы и выходу индивидуального сознания во всеобщее сознание. Финальный подъём кундалини происходит мощным потоком по широкому восходящему энергетическому руслу. Поток достигает макушечной чакры, окончательно растворяет или выбивает энергетическую пробку и выходит в пространство над головой. В этот момент над головой ищущего образуется своеобразный энергетический нимб, который долго, вплоть до обретения полной энергетической прозрачности, будет там красоваться. Те, кто это видит, они видят. Ну, есть видящие вот эту картинку. Не все видят, но кое-кто видит. И пока не обретете полной энергетической прозрачности, будете с нимбом ходить. Те, кто его увидел, и скажет, святой человек. На самом деле никакой не святой, просто с нимбом. кундалини выливается туда, или излишки энергии выливается из тела наружу и фонтанирует туда, пусть выливается. До святости еще очень далеко. Святости наступает много позднее, только при правильном вашем следовании по пути сознательной духовной революции. Существует два варианта ликвидации энергетической пробки. Постепенно ее растворение неоднократными подъемами энергии кундалини до уровня макушечной чакры, или ее выбиванием резким. При растворении пробки выход индивидуального сознания в нирвану оказывается более мягким, чем при ее выбивании, когда сознание буквально ваше выбрасывается в пространство над головой, но и в том, и в другом варианте вы попадаете в иную реальность. Однако в силу контрастности старого и нового этот переход ощущается значительно острее при катапультировании вашего сознания над над макушкой головы, когда резкий идет переход. Кстати, вот те энергетические центры, которые были открыты, сгармонизированы нисходящим потоком при подъеме энергии кундалини, они повторно уже в восходящем порядке тоже прорабатываются энергии кундалини уже, и между ними устанавливается стойкая связь, закрепляется стойкая связь. То есть открытие центров и проработка энергетического как в нисходящем порядке так и восходящем. Ясно? То есть полная проработка без вашего участия. И главное переживание, которое вы испытываете, это пребывание части вашего индивидуального сознания, подчеркиваю, части вашего индивидуального сознания вне физического тела, в окружающем пространстве. Ты как бы одновременно присутствующий в теле и вне его. Остерево Бенда очень метко назвал это состоянием, это низведение нирваны на материальный план. Чётко он назвал это. Я его понимаю. То есть он это очень хорошо прочувствовал. Главное переживание, да, я уже говорил, которое вы испытываете, это пребывание части вашего индивидуального сознания вне физического тела. Ты как бы одновременно присутствует в теле и вне его. Таким образом происходит окончательный разрыв замкнутого кокона телесного сознания. Индивидуальное сознание покидает телесное заточение и выходит на свободу. Так вот с этого момента излишки нисходящей эволюционной энергии, трансформирующей энергии, поступающей в тело, будут выливаться в пространство через макушечный центр, который выполняет теперь функцию своеобразного выпускного клапана. То есть энергия, которая в вас не сходит, она не может вас повредить, она не накапливается, она выполняет трансформирующую работу, а излишки выходят в пространство через макушку головы. Понятно? То есть вы перестаете быть энергетическим болотом, вы становитесь проточной энергетической системой. Понятно? И как все господом устроено? Целесообразно. По всех отношениях целесообразно. периодически возникающие головные боли исчезают только тогда, когда ваше тело обретает полную энергетическую прозрачность. Но для подобной трансформации требуются годы, я бы сказал, работа на пути. Потому что вот головная боль, как реакция клеток мозга на скопление энергии в районе головы, возникает, когда нисходящая энергия в организм поступает много больше, чем способна усвоить клетки, и эти излишки не успевают своевременно удаляться через макушечный клапан. так что головные боли еще могут быть. Как только энергия кундалини вырвалась в пространство над головой, вам, чтобы не затеряться в безбрежных нирванических просторах и не попасть в лапы враждебных витальных сил, необходимо как можно скорее восстановить связь с нисходящей эволюционной энергии. Вот как у меня это было. Вышел я туда, оно вышло туда, я где-то вот в таком странном состоянии, все происходящее передо мной как бы на экране, я здесь, но все, что происходит во мне, меня не касается. Как будто это кино, которое я вижу. Странное состояние это когда-то и вот в полу позиции, ты и там, и здесь, и очень странное состояние, но надо вернуться как можно сказать в тело. То есть опять кончик носа, опять устремление суда, опять молчание, все вниз. Ни в коем случае не закатывать глаза кверху. Вот что интересно, сам по себе финальный выход энергии кундалини сопровождается непроизвольным разгибанием тела кзади, вот так. Как бывает у эпилептиков во время припадка. Но вы не эпилептик, это нормальное явление. Одноразово вы можете вот так выгнуться непроизвольно, энергия, то выходит, а потом вы опять в нормальном положении. Ясно или нет? Вот этого не надо пугаться. Вот это пугает многих. Начинается непроизвольное разгибание спины и голова вот туда куда-то идет кверху. Это выход энергии. Если он медленно, выход, постепенно, там это не так заметно, это бывает, но не так явно. У меня это вот раз туда и потом все по-другому. У меня экстрим. Ну, экстрим нормальный. Я ничего не пугался, я просто знал, что так должно быть. Вот почему-то я был абсолютно уверен. Если так, значит так. То есть вы не опасайтесь ничего, что будет с телом происходить. Оно все равно помрет, когда срок подойдет. Так что тут может жить вечно будете, кто вас знает. Так что отдайтесь процессу и все. так что восстанавливайте после выхода финального вашего сознания во всеобщем восстанавливайте нисходящий поток. никаких соблазнов стать кем-то великим, никакой эйфории. Вот это событие, выхода индивидуального сознания во всеобщее, почему-то считается, на востоке так считали, просветлением. Вот где-то финал чего-то. А самом деле это только вот самое-самое начало. Духовное рождение даже самое начало. Какой финал? Это только начинаются процессы интересные. Тишина в уме ни в коем случае мысли и желания не должны блокировать канал для нисхождения энергии. В противном случае вы можете оказаться там. Нирване. И быть спасителем человечества, откровения какие-то получать. в общем вас могут там прихватить. Вот тех, кого выбрасывают разного рода энергетическими практиками в нирвану, а это можно сделать элементарно. Вот более половины зала можно сейчас выкинуть туда. Это делается просто элементарно. вот достаточно взгляд мой вот от вашего нижнего центра кверху и у вас вылетит эта пробка. Это проверял. У меня был вариант, когда надо было просто это попробовать, чтобы помочь человеку. И когда человек вошел в зал, мне сказали у него проблемы, я чуть-чуть попробовал, капельку мысленно, она вся за тряслась. И вот толпы всяких этих гуру стадион собирают и половину сумасшедших выбрасывают нирвану. Они бегают и кричат, что они просветленные. Вот как это делается. Это делается элементарно. Я вам скажу, вспомните запах бландыша. Днюхали, как только будете вспоминать, я вас вышву куда угодно. Ум вас не будет работать, это подсознание. Туда проникаешь и выкидываешь вас. Вот манипуляторы сознанием людей делают такие вещи, потом впаивают всякие программы вас. На фоне молчания ума, пока вы запах чего-то вспоминаете. Запах вспомнить невозможно. Это самая глубина подсознания. Вы туда погружаетесь, и вам туда впаять можно что угодно. пойдете воевать насмерть, бегом будете бежать, как муравьи при пожаре, муравейники. Понимаете, насколько опасна манипуляция человеческому сознанию в массовом масштабе? Пятый момент. Рождение психического существа и установление стойкого контакта с божественной силой. Теперь полностью раскрытый макушный центр, широким потоком вливается нисходящая эволюционная энергия. Если раньше вы слушали тонкий шум или свист в голове, ручеёк энергетический был тонким, то теперь это некий гудящий фон, порой незаметный, даже незаметный, и к нему привыкаешь, то широкая равнинная река уже не бурлит. Вы всё вспоминаете, что был шум, что был какой-то поток, что-то гудело, а теперь вот какой-то фон, больше ничего. Так что не привязываюсь к тому, что было, чтобы опять это у вас восстановилось, это не имеет никакого значения. Делайте то, что говорят. Пусть умолчит, а энергия сама будет заниматься тем, чем она должна заниматься. это её проблема, это её дело. Постоянно функционирует спасительный клапан, излишки энергии через макушку головы свободно выливается в пространство, и таким образом устанавливается стойкий равновесный контакт с нисходящей эволюционной энергией, которая проводит ювелирную подготовительную работу по реализации акта духовного рождения. Работает эта энергия в известном алгоритме, заложенном свыше и легко проверяемом на практике. Это периоды восхождения сознания, периоды нисхождения сознания, периоды форсированного нисхождения сознания, периоды освоения энергии, то есть идут энергетические процессы, то подъём, то спад, то вы поднялись, то вы куда-то опустились, синусоида. Вам периоды подъёма по синусоиде нравятся, а вот когда это вниз идёт, вам это не нравится. Всё должно нравиться, всё правильно. Ясно? Вам кажется, что должны быть только вот эти верхние подъёмы, а вниз нет. Вот монахи как раз на этом попадались, когда в них всё в порядке, они радовались, когда что-то внизу, они, господи, то есть форсировали, не форсировали, а блокировали всход божественной силы. И вот топтались на месте, хотели вот опять получить то, что им нравилось. А не получалось, энергия работает по-другому. Нравится, не нравится, нравится, не нравится, сильно нравится, сильно не нравится, потом потихоньку выполаживается процесс. Вы обрываете его на том, что нравится. и всё закончено. И конец работе. Поняли или нет? Всё должно нравиться, потому что это целесообразно, это алгоритм работы нисходящей божественной силы, трансформирующей работы. Понятно? Как бы вам хотелось управлять божественным, патрулить, но руки короткие. Поэтому топчетесь, топчетесь на одном месте. Нравится, не нравится, хорошо, плохо, медленно, побыстрее бы. И на этом этапе действительно происходит чудо. Но подготовку к рождению чуда в психологическом плане носит, как правило, далеко не благостный характер. Интенсивный поток нисходящей энергии начинает подготовку вашего сознания к рождению в духе. Запомните, только нисходящая эволюционная энергия или божественная сила, хотите её называйте, способна максимально безболезненно осуществить эту подготовку и инициировать самок духовного рождения. И никакие чудотворцы-экстрасенсы, никакие повивальные бабки, никакие магические заклинания, цифры и коды, никакие технические средства не состояние этого сделать. Всё в руках божественной силы. Наша задача довериться ей и полностью сдаться, ибо с этого времени действительно на всё её воля. Теперь всё чаще встречаются красивые объявления о тренингах, специальных приборов, каких-то установках, позволяющих в короткие сроки простимулировать и осуществить так называемое просветление, вопиющее шарлатанство и бред, любое вмешательство извне – это нарушение естественного для каждого конкретного индивида процесса эволюционной трансформации. Только божественная сила знает, кому и что и сколько дать, чтобы обеспечить необходимое эволюционное преобразование. Только она, ни вы, ни кто-то извне этого сделать не может и не знает соответственно.